Книга Неемии Есть такие книги, которые очень совпадают с ситуацией или моментом в жизни людей. Например, если ты верующий и тебе надо утешение во время вгонения и трудностей. Есть книга Псалом. Это, например, второе послание Коринфянам. Эти две книги в Библии, которые очень помогают, очень-очень утешают. Если тебе надо мудрости, конечно, книги Притчи очень хорошо и так далее. Если у тебя проблемы уже с греком, конечно, это самое послание к римлянам. Если ты сейчас уже сразишься с плотью, это первое, конечно, Коринфянам и послание к римлянам. Эти все книги, они, естественно, помогают нас возрастать. А тоже есть такие книги в Библии, которые помогают совокупно. Какая-то группа верующих людей. И мы здесь это просто верующие, которые живут уже в разделной. И Господь доселе нам помог. И давно, когда мы купили этот дом и сделали ремонт здесь, мы всегда знали, что это временно. Мы всегда знали, что она недостаточно для полного служения нормальной церкви. У нас мало комнат, мало мест. Даже мы здесь не можем не открыть и приглашать всех наших братьев и сестер в Слиманском с Одессе из разных городах в Украине, потому что просто нам некуда. Просто не получается. И мы смогли бы, если у нас было место, мы смогли бы не просто... Мы смогли бы помогать и другие церкви немножечко. И их молодежь, и их мужчины, и женщины и так далее. Но просто места нет. И давно начали молиться, чтобы Господь помог нам уже строить новое здание. И как церковь сегодня, эта проповедь, она имеет как двойное значение. Во-первых, если ты здесь, и ты просто чадо Божие, ты христианин. Есть уроки, которые содержатся здесь, в этой книге, которые тебе практично помогают. Они очень практичные уроки. А потом я хотел, чтобы вы и в течение этой проповеди, чтобы вы получили то, что, может быть, уроки для вас лично. Но тоже я говорю, чтобы было как на аудиторию, совокупно, как эта церковь, в которой все вместе. Господь нас собрал, и мы желаем Его служить. Мы желаем быть верным до того, как Он придет, или до того, как Он нас призовет уже домой. Мы желаем что-то делать для Господа Бога. Большинство сегодня верующих, они посещают собрание, и они посещают, думают, а что там для меня? Я хочу знать, что Иисус даст мне. Настоящее крестьянство, что ты можешь сделать для Господа? Потому что Он уже сделал много для тебя. Прощение грехов – это не маленькая такая вещь. Оправдание, прощение, примирение, усыновление. И все, что Господь дал тебе лично через Евангелие, ты приобрел кое-что, когда ты приобрел Иисуса Христа. Да. Ну вот, так что, имея это в виду, мы начали изучать книги, не имея ни стих за стихом, ни в таком стиле, как мы изучаем во время воскрешной школы, когда мы каждое слово, каждая строчка, и мы сравниваем, что другие стихи говорят об этом. Но здесь просто хотел побыстрее прочитать, и там плавают наверх вот такие уроки для нас. Основным – это проповедь для верующих людей. Окей, но тоже здесь есть моменты, которые можно говорить прямо тем, которые еще не приняли решение принять Иисуса или нет. Те, которые сейчас, может быть, ищут. Те, которые, может быть, сомнения есть, может быть, страх есть. Может быть, я не знаю, в каком положении вы пришли сюда, но я уверен, что Божье Слово достаточно адекватно, чтобы именно обеспечить все, что тебе надо. Аминь. Хорошо. Ну, давайте, вот книга «Неемея» и вторая глава здесь. Мы уже прошли первую главу. И книга «Неемея» – это историческая книга в Ветхом Завете. И она описывается, что произошло, когда Израиль, она была рассеяна по всему миру. И это действительно чудо произошло в истории человечества, от создания мира до нашего дня. Это уже произошло дважды. Евреи, как избранный такой народ, народ, с которым он заключил завет с ними. И Господь, говорит, через них, конечно, мы получили наш Спаситель Иисус Христос. То есть, то, что Бог пророчествовал и сказал, что будет от самого начала создания мира, Он это сделал, конечно, через потомство Авраама, Исаака, Иакова, и уже как народ Израиля. И он им сказал и предупредил, если вы будете нарушать Мою завет, тогда я вас рассею по всему миру. И он сказал, и даже пророк Исаия сказал, что будет два раза сделано. Он сказал, что они будут рассеяны по всему миру, потом он их будет собрать обратно на свою территорию, на свою землю, и даст им еще шанс. И он их собрал, дал им еще шанс, и они, конечно, не были послушнее, и поэтому он их опять ударил, рассеял. И вот сейчас уже, как сказать, он их собрал, и они были на землю, и когда Иисус Христос пришел, и они не приняли его, они его распяли, но он их рассеял опять, гонял их, было Голокост и все остальное. Потом, уже сейчас, мы примерно где-то здесь, на эту схему. Кончится этот век наш, и скоро будет то, что следующее по Писанию. Скорби, великая скорби. Но вот здесь мы читаем об этом, когда Господь их собрал первый раз. И здесь он использовал человека по имени Немея. И Немея, он был как в рабстве в Персии. И мы уже видели в прошлый раз, когда он услышал, как было дело Иерусалима во время этого гонения и все, и это влияло на него плохо, и он начал молиться. И здесь мы видим, что он начал молиться, и было грустно его сердце за то, что все было не так, как надо было. И так что, братья и сестры, может быть, индивидуально, лично, много проблем в жизни. Может быть, семейное уже отношение, семейное положение в доме не то. Проблем с мамой, проблем с папой, проблем с детьми, проблем с супругой. Может быть, финансовые такие проблемы, может быть, проблемы со здоровьем. Я не знаю, что, но эти уроки здесь помогают нам. А здесь то же самое, как церковь. Много чего не то, как должно быть среди крестьянства даже. Те, которые говорят, что они верующие, здесь очень много проблем в этом мире. Но если Немея видел, что было полностью разрушено Иерусалим, храм был разрушен, стен города, воротах уже сожгли с огнем, и все было разрушено. Но этот человек, один человек просто молился. И все, что надо, просто чтобы один человек просто начал молиться. Один человек. Один человек и Бог, это уже большинство. Он всегда ищет Моисея, Давид, апостол Павел, Руф, Исфир. Он всегда ищет человека, ищет женщину, которая не живет просто, как этот мир живет. Не просто хотят что-то для Господа делать. И вот. Так что давайте читаем первый из стих, и потом помолимся. В месяце уже Несане, 12-й год царя Артиксеркса, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю, он был в виночерпи, и казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне, отчего лице у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно, печал на сердце. И здесь он сказал, я сильно испугался. Давайте помолимся. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты уже проявил Себе в Духом, Господь, здесь во время пения. Это было такое благословение, такой привкус небеса. И, Господь, благодарю Тебя, что Ты с нами. Ты сказал до кончины мира всего. И, Господь, молюсь, чтобы Ты благословил сегодня наше собрание. Дай мне говорение, чтобы все было четко, понятно. Господь, более того, чтобы было уже исполнение Святого Духа, говори уже сердцам людей, дай нам понимать то, что здесь написано. Дай нам, Господь, мудрость, чтобы мы знали, как поступать в нашей жизни, в этом мире. И, Господь, более того, чтобы Ты, Господь, собрал единодушно эту церковь, чтобы дальше служил Тебе и дальше прославлял и воспространял Евангелие Иисуса Христа. И мы это все молимся во Его имя. Аминь. Аминь. Ну, хорошо. Вот, не имея, он молился уже в первом главе. И, смотрите, там одиннадцатый стих. «Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего, к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим». То есть, он молился здесь. И он молился, чтобы Господь дальше и благоспешил рабу Твоему теперь и веди его в милость у человека сего. И он молился за сердце Артиксеркса. То есть, это история. Библия в основном – это историческая книга. Это книга истории. В Америке есть одна группа верующих людей. Это не церковь, это просто крестьянская такая, по-моему, университет, где они, их ученые, они очень образованные, и их ученые бросали уже вызов на любой человек, который, если он хочет 10 тысяч долларов, найдите ошибку в Библии. Найдите географическую, историческую, если ты в физиологию, ищите. И ты знаешь, было пару раз человек пытался и появились перед судем. И ты знаешь, даже когда судья был уже атеистом, он сказал, что здесь нет доказательства. И ты знаешь, они до сих пор, этот вызов уже в деле. Она историческая такая книга. И Артиксеркс был царя этого времени. И он описал даже и в месяцах, когда это все было сделано. И получается, что, во-первых, обращайте внимание, что Неемея, ему пришлось уже подождать 4 месяца. Примерно уже 4 месяца прошло, как раз он молился об этом, и сейчас появилась уже вот такая вот ситуация, где Господь начал работать там, и Господь хотел его использовать. Это нам говорит, братья и сестры, что вот, нам нужны и вера, и долготерпение. Терпение. Мы желаем то, что мы желаем сейчас. Аминь. Плод хочет сейчас, и тем больше этот мир развивается, уже больше и больше мы привыкли, что вот сейчас. Сейчас. А Господь, у него свой календарь. У него свое уже расписание и свои часы. И нам надо поступать, и надо, как, работать и трудиться с Богом. И иногда это значит, что надо терпеть. Надо просто подождать. И здесь мы видим, что вот Неемея, он продолжал жить, он продолжал выполнять свои обязанности. И иногда ты знаешь, именно правильное время. Это и есть ключ. И это разница между победой или уроном. И проигрыванием. Так что, когда мы в нашей жизни, братья и сестры, желаем что-то, избавления, какой-то ответ на молитвы, не забудьте, что нам надо терпеть. Нам надо верить и терпеть. Все по Божьему времени. А как церковь здесь, братья и сестры, нам надо строить, когда Бог скажет. Я бы хотел, чтобы все было, я бы хотел, чтобы уже фундамент был сделан. Аминь. Но нам надо терпеть. Нам надо подождать. Так что вот, ну давайте. Самое первое, что я хочу обращать ваше внимание, на возможности Неемея. Неемея. Что здесь было, Бог открыл ему вот такую возможность. Смотрите, пожалуйста, здесь второй стих. Но царь сказал мне, отчего лице у тебя печально, ты не болен, этого нет. А верно, печально сердце, я сильно испугался. Чтобы понять, в чем дело, смотрите, пожалуйста, на книгу Есфира. Это уже следующая книга. Есфир. И смотрите, пожалуйста, четвертая глава. Четвертая глава. И здесь тоже говорится о евреи во время рассеяния. И первое стих. Когда Мордахей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себе вретище и пепель. И вышел на средний город и вызвал и воплем великим и горьким. И дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские врата во вретище. Нельзя. Эти царя, эти диктаторы, они были вообще, их словах были практически закон. А Невухаденоср, он был, это было самое первое, царь, который Даниил сказал, это уже начинается время язычников. У него была обязательная диктатура. То есть, его слово было закон. А чуть-чуть слабо стало, когда уже Персидская империя. И Даниил тоже предвидел и сказал, что после того, как Ассириция делает все, что будет, он сказал, что будет Вавилон, после Вавилона будет уже и Персидская империя. И практически украинцы, у вас, вы оттуда, скифи. Скифи, скифи, это их предки были и лимиты. Это уже Персия. И объясняет много чего. Но вот, это просто без Библии ты не знаешь уже корни, ты не знаешь родословия, ты не знаешь кровь, их течение. И Библия все рисует, все показывает. Но вот, этот царь, он был диктатур, он был тиран практически. Это то, что было у Исфира. Когда мы читаем книгу Исфир, мы забываем, что он был очень жестокий, очень ужасный такой царь. И быть печально при них, это было противозаконно. Кто ты вообще такой, что ты приходишь сюда, все не о тебе, и все обо мне. Царь говорит. И поэтому здесь это понятно, что Неемея здесь сильно испугался, потому что он, ну, его лицо уже предал его. Как скажем, предателем это было его лицо. Но Неемея, он молился, и он молился, чтобы Господь дал ему шанс, чтобы Господь дал ему уже возможность. и он молился так, чтобы Господь дал ему не просто что-то там абстрактное, он молился и конкретно, чтобы Господь обеспечил возможности, которые видно, что это была рука Господа Бога. И, братья и сестры, когда мы молимся, это не бойтесь, молиться конкретно. Серьезно. Да, все, мы должны молиться согласно его воле. Нельзя, конечно, молиться, чтобы это было просто от похоти нашей плоти. Нельзя делать то, что Бог запрещает, и потом спроси благослови это. То есть, например, нельзя заниматься обманом. А мне не спроси, ой, Господи, помоги мне обманывать этот человек. Аминь. Однажды я искал работу в Америке, когда был, ну, покидал свой город, переехал уже на другой город. Надо было искать работу. И, я не знаю, я попал на такой на один день, два дня, я пытался, но это вообще, это было как, я, мой совет тебе, не ищи работу в газете. Аминь. Это просто людей, которые именно эксплуатируют безработных. Аминь. Они хотят ваши деньги или что-то, или тешевая такая работа. Ну, я искал и попал на такое место, и они хотели продавать какие-то там золотые, я не знаю, сережки, цепи, или что-то другое. И каждый день надо было работать с человеком, который ты не знаешь. И на первый день я думаю, я не знаю, это вообще не мое, не мое дело. я уже строительством занимаюсь и все остальное. Это я знаю о продаже. Именно тем более женские или какие-то. Было пара штук мужские, но это вообще два дня, три дня, по-моему. Последний день это было, когда попал уже, они надо было вместе работать. и первый день было как вступить на такой день, второй день уже пошли было с человеком, потом третий день была такая женщина интересная. И было мини-юбки, была она вообще косметика, почти как клауна, и я ей сказал, что я верующий, ну давайте помолимся, чтобы Господь благословил. И там они хотели продавать именно как это распятие. Я убрал это распятие, я не буду молиться об этом, но просто я вижу, что вот сердце этого человека просто хочется использовать Господа как амулет, как предмет удачи. И так, конечно, нельзя. Я ей свидетельствовал и потом я сказал, я эту работу не буду. И, слава Богу, нашел другое. Но, братья и сестры, не бойтесь молиться о чем-то конкретно. Сколько раз в моей жизни я видел, что Господь умеет, Он умеет конкретно, детально. А даже мы переехали сюда, с Одессы. Я был на этот покорон, на племянника брата Славика. Там это было как Буценовка. Она была там в Одессе, упал кусочек здания филармонии прямо на ее голову, и она погибла. И было очень печально, очень тяжело было. Они семья попросили, чтобы я посчитал там, проповедовал на этот покорон. Я туда пошел, и батушка там, он уже приготовил вес и настроил всех против нас. Эта девушка посещала пару раз нашу воскрешную школу, и она, вот, он сказал, что она погибла, потому что она посещала вот собрание у этих сектантов. Там была уже засуха, там была засуха, и этот священник уговорил всем в этом городе, это в древнем, что или в селе, что вот это из-за то, что у нас здесь живет в этом месте сектанты. И все были против. Потом мне надо было туда появиться, и хорошо, и достойно проповедовать, и утещать сердца этих родителей. Родители хотели покоронить ее дочку вот уже достойно, и за то, что у него был контроль над все мебели, предметы и на покороны, они не дали. Не было стойки, как козлыки, или как это все, не было никакой помощи, никакая. И сердце этих людей было такие каменные, насколько они были злые, злость. Это вообще не то, что Иисус учит. Вообще не то, что Иисус Христос учил. А тем более, тем более на покором девочки. И потом, тем более родители, там у них есть горе сердца, и потом кидает туда, что они сами виноваты. Вау! Я смотрел на этот народ, я сказал, вот, Господи, им нужны Евангелия. То, что у них есть, это вообще не христианство. И надо, чтобы кто-то им сказал. Я сказал, Господи, как? Как можно работать даже с подобными людьми? Как можно любить даже такой народ? Как? И кто будет им сказать? Никого. я молился, я сказал, Господи, если ты хочешь, чтобы я переехал туда, разделную, и чтобы отсюда мы начали, пытались любить этих людей, в селах вот этих. Мне надо знать от вас. Я думал, как? Как я смог, чтобы это просто не было мое желание, но просто чтобы Господь это сказал? Я начал думать, я начал думать, я думал, ну, надо продать этот дом. Сколько времени, я не знаю, как продать, кому продать, все остальное. Я сказал, ну, Господи, я хотел, чтобы ты действительно показал мне. Я сказал, если ты хочешь, чтобы я переехал туда, в разделную, я не буду задавать заявление, я не буду никакой рекламы нанимать, я хочу, чтобы ты послал мне человек, чтобы он предлагал мне, прямо к моему дверью, что он хочет покупать этот дом. Через пять дней моя жена звонила и сказала, какой-то дяде, бывший одессит, поехал в Америку, получается, что мы обладели уже дом его детства. И он вернулся. Пять дней после, я даже не сказал жену, даже ей не сказал, она сказала, что вот такой человек, он уже очень деловой, успешный бизнесмен, уже в Нью-Йорке, он приехал и сказал, что он хочет покупать наш дом. Я сказал, разве это не странно? Я сказал ей, не странно. Получил свой ответ. Это просто один момент, и было много других. Бог может тебе отвечать, и Господь может тебе давать уверенности, что вот это путь. Он это сделал для меня, он это сделал для многих других, он может сделать так, что тебе не надо манипуляции, тебе не надо, тебе не надо видеть, ты знаешь, как бывает, что уже женщина пекла какой-то там кусочек хлеба, и как будто там это изображение Марии, если ты закроешь глазах, чуть-чуть косо смотришь, точно Мария, там они говорили, что они видели, как будто я не знаю, какой-то апостол или что-то там была плесень уже в стене какой-то, тебе этого не надо, у нас живая настоящая вера и живой Бог, и Он может гораздо лучше этого, аминь, вот, здесь Нееме молился, чтобы было конкретнее такие ответы на его молитвы, чтобы он знал, что вот, это его воля, и братья и сестры, не бойтесь, ничего не слишком трудного для нашего Господа Бога, аминь, так что здесь было уже возможности, обращайте внимание, что он, это было очень лично ему, 3 стих, и сказал царю, «Да живет царь во веки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих запустение и ворота его сожжены с огнем, и сказал мне царь, чего же ты желаешь, я помолился Богу небесному». Он закрыл, он скрывал вот эти 4 месяца, иногда братья и сестры, да, надо, чтобы была молитвенная поддержка, и у нас молитвенное собрание, и это когда мы собираем молитвенные просьбы, мы молимся за друга и вместе с друг другом, но иногда время времени тебе лично надо, иногда что-то очень личное, это между меня и он, и с Богом, и это когда тебе не надо никому не сказать, это когда тебе лично надо ответ Господа обеспечить, не бойтесь, здесь была уже великая возможность, уже у него было ухо царя, и все, что царь смог давать, у него был доступ на много, здесь были вообще возможности. Я просто хочу быстренько сказать одно слово насчет Евангелия, может быть вы не понимаете это все, Библия, она огромная такая книга, я студент Библии, я уже студент этой книги больше уже примерно 30 лет, если не больше, это не обычная такая книга, у меня много книг в библиотеке, но это одна уникальная, и может быть у вас это все непонятно, может быть вы не понимаете, что грядет, но мой совет тебе лови момент, сейчас есть возможности спасаться, сейчас есть возможности получить Божие прощение, я не интересуюсь ни на твои деньги, я не интересуюсь ни на вашем доме, я не интересуюсь даже чтобы это не приглашение, чтобы ты был член этой церкви, мне все равно, ты член здесь или нет, если я тебя увижу, может быть никогда еще не увидимся, я интересуюсь на вашу душу, куда ты пойдешь после смерти, хочу тебе сказать, что Иисус умер за тебя, я знаю, что многие там в мире говорят, вот, по-разному, что надо делать, чтобы спасаться, но очень просто, Иисус умер на кресте, не папа, не метрополит, не Мария, не Конфуция, не Дарвин, Иисус, Он сказал, совершилось, Он сказал, сейчас все, что надо, надо верить, Библия написана, ибо благодатью, ты знаешь, что такое благодать, благодать, незаслуживаемый дар, спасение, это не то, что надо заслужить, даже нет вас, у тебя нет ничего, которое нужен Богу, Амин, если ты приходишь к Нему, ты приходишь к Нему с пустыми руками, это значит, надо оставлять свою доброту, свою праведность, и все остальное, что этот мир говорит, тебе не надо никакие свечки, никакое крещение, никакие иконы, никакие обряды, церемонии, эти вещи только делают туман, а чистая библейская евангелие, что Иисус сделал все уже для тебя, Он удовлетворил закон, Он платил ту штраф, цену, которую ты не смог, Он удовлетворил уже святого Господа Бога, Он жил именно без грешной жизни, Он платил, отдал свою кровь и жизнь для тебя, Он умер на вашем месте, взял на себе все божьего гнева, которые надо было на вас, и Он воскрес а теперь Он предлагает, Он предлагает бесплатно, даром там написано, и Фессиану 2 глава говорит, ибо благодатью вы что, спасены, через что, через веру, ни церковь, ни обряды, церемонии, через веру, и сие не от вас, это Божий дар, дар, просто возьми, не от дел, он там сказал, не от дел, это значит, что и крещение не спасает, церковное членство не спасает, иконы не спасает, соблюдение какие-то там праздники не спасает, даяние деньги, добрых дел не спасает, там написано, не от дел, чтобы никто не хвалился, когда мы читаем в Откровении, мы видим уже в будущее, вот здесь, там мы видели, читали, что апостол Иоанн, как Бог его показал видение, как это будет там на небесах, и они там пели так, они сказали, достоин ангца, потому что он со своей кровью искупил нас, там было ничего не сказано, что вот я так надо было трудиться, вот сколько раз я Пасху пекла, вот столько свечек я уже поставила, сколько иконов у меня было, сколько раз я окрестился, сколько раз я вот так и все остальное, ничего, ни одного слова подобного на небесах, там полностью сказано, что вот он достоин всей славы и честь и хвала и все остальное, почему, потому что он умер для нас, он воскрес, аминь, и если ты принимаешь как дар, и как дар тебе не надо покупать его, тебе не надо заслужить его, не надо танцевать, не надо прыгать, ничего дурного даже не надо сделать, надо просто принять, каким образом, там написано, ибо всякий, кто призовет имя Господне спасется, тебе надо знать, что вот, все, что тебе надо, это так просто, насколько это просто, что люди не понимают, все, что тебе надо, уповать на Нем. Просто да, я верю, что Он умер за меня. Да, я не могу сам себе спасаться. Я теперь принимаю Иисуса. Я полностью уповаю на Нем ради спасения моей души. Если ты уповаешь на Него, не на церковное членство, свои дела, и в религию, и все остальное, если ты уповаешь на Нем, и призываешь на Его имя, Он даст вам даром. Так как обладение в настоящее время. Хочешь? Если вы еще этого не сделали, мой совет тебе обращаться к Богу и спросить. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ты хочешь спасаться? От чего? От наказания за грех твой? Ты грешник? Ты обидел Бога? Нарушал Его заповедью? Так как? Как имя примирение? Ты примирение и прощение, если ты виновен, тогда надо к Нему по Его условиям. не как ты диктуешь, и на как другой человек там придумает. Его условия здесь. Он сказал, примей моего сына. И когда люди говорят, нет, у меня своя вера, у меня своя религия, у меня свой путь, я по-своему. А, я понял. Ты имеешь в виду, что ты считаешь, что ты лучше Иисуса. Ты считаешь, что твоя праведность лучше Его? Ты хочешь противоставать вашей праведности и сказать, что Он мне не нужен? Я сам проявлюсь, я сам буду показать, насколько я заслужил. Если ты так, ты уже, извини, придурок. Ты вообще рискуешь. Ты вообще бросаешь уже жребий вот такие, кости вот такие. Лучше спасаться. Это великая возможность. Сейчас уже это все по благодати. Моментально. Тебе не надо быть в церкви. Ты можешь быть в доме. Ты можешь там быть на улице. Где угодно. Самое главное, через веру обращаться к Нему, уповая на Иисуса Христа. И спасешься ты. Аминь. Хорошо. Вот дальше. Мы говорим здесь насчет возможностей. Смотрите, пожалуйста, в пятом стике. И сказал царю, если царю благоугодно, и если благоволение раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его, и сказал мне, царь и царица, которая сидела подлинь его, столько времени продлиться пут твой, и когда возвратишься, и благогодно было царю послать меня после того, как я назначил время. обращайте внимание, что вот, не имея, он, у него просто не было времени, когда он ждал, он не просто безделие. Он уже знал сколько времени, он даже, у него был уже список дел, готовые. Седьмой и восьмой стик, он даже и уже посчитал, что ему нужно. Так что, братья и сестры, Бог знает то, что нам нужны. Это великий такой пример уже молитвы. Бог знает заранее то, что нам нужны. Мы, как уже сидели, уже с братьями, сколько раз надо было перерисовать уже этот схемовый проект с братом Малоши, двухэтажный, нет, там построим, там, я не знаю, но уже решили в течение времени, как и все остальное. Мы можем как по-нашему, но нам нужно уже, как сказать, нам надо верить, вера, и нам надо уповать на Господа, и поскольку мы можем по-человечески посчитать. Как говорят, была такая церковь, и там была засуха, пастор заявил, давайте помолимся за дождь, и потом через уже неделю все пришли, еще дождя не было, и потом он, пастор, ну, задавал вопрос аудиторию там, и он сказал, сколько из вас вы пришли с зонтиком? И там, по-моему, только была одна, только одна, пришли на собрание с зонтиком, вот это и вера настоящая, это вера, которой они молятся, но это молятся с верою, и вот, у нас тоже самая была интересная история здесь насчет дождь, и как Господь послал. Следующее, смотрите, пожалуйста, что когда есть настоящее Божие дело, и когда желаем, что Господь нас использовал ради своей славы, и мы молимся, тебе надо понимать, что вот, будет оппозиция, смотрите, пожалуйста, 9 стих, и пришел я к зареченным област начальникам, и отдал им царские письма, послал же со мною царь воинских начальников с всадниками, когда услышал си сан Валат хоронить и тавиа аммонитских раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов израиловик. Получается, что вот, если вы чуть-чуть знаете географию, Иерусалим находится вот здесь, и это Аммон, и это Моав. Эти две народы всегда были против евреи, и они, Библия пока говорит, откуда они, если вы знаете человека по имени Лота. Лота был племянником Авраама, да, племянником Авраама, и он, эти две народы, мы их знаем сегодня как палестинцы, они были в результате, как называется, инцеста. То есть дочери, дочери Лота, после того, как Бог полностью разрушил этот Содом и Гаморра, они спали с папой, они давали ему вино, потому что они не думали, что Бог может им давать мужчины, и это был результат, и не всегда была вражда. Вот потомство здесь. Мы читаем здесь уже враги, и хочу сказать, что да, чуть-чуть как родственники, чуть-чуть как родственники, братья и сестры, оппозиции, гонения, вмешательства, обстоятельства, когда ты хочешь служить Господу, надо ожидать. Брат, это прекрасный пример. Сколько уже людей пришли к Господу? Да? Течение я просто не задаю вопрос, это эротерическое такое. А мы не знаем, но брат уже последнее время Господь уже благословил, и люди спасаются, и ты знаешь, что можно ожидать. Наш враг не дремлет. Наш враг сегодня не дает. Даже раньше мы думали, что вот маленькие собрания, как наши, вообще не обращают внимания. Где везде, где есть даже искра евангельского света, сатана там давит постоянно. Я думаю, да, брат будет каким-то образом получить. Либо я не знаю как, но будет получить этот брат, и вот, было уже на ковер. Уже угроза потерять свою работу. А братья и сестры, это все нормально. Мы такое даже и ожидаем, что так, когда мы будем здесь уже строить. Надо ожидать. Мы уже привыкли. Когда мы собрались там наверняка на Доме культуры, штунды, сектанты, вот это такие, через годы вы все будете рассеянные. Какое у тебя вообще будет здание? И потом Бог дал потеконечку деньги. Приобрели уже территорию и дом. А какой это дом вообще? Это такое, такое. И вообще у вас это не серьезно. И Господь просто стабильно и продолжается. Постоянно, постоянно нам надо было бороться с властям. Не именно власть мирская, но именно батушка сидит там, у него есть место там на это самое в горсовете. Это русские православные. Занимаются политикой в интересах России на самом деле. Это политика. И мы не призваны заниматься подобной. Мы не призваны заниматься политикой. Когда хотели давать людям бесплатно Библию и собраться здесь на ювелийный кинотеатр, там было полностью разрушено. Мы сами из своего кармана и платили аренду, и полностью ремонтировали, и заказывали уже Библию, что давать людям бесплатно, и поставили уже заявление, ты знаешь, кто был против, пытался уже все это дело закрыто. Батюшка, Бог нас помогал. И все равно Слово Божие дошло в руках людей. Аминь. Аминь. Надо привыкать, что постоянно будет сопротивление, всегда будет уже и отгонение, и вмешательство, и как раз получился такой ответ на молитвы, сразу было уже это самое, братья и сестры, это надо просто принимать за даром, и надо знать, что это продолжится, а вот, здесь момент такой, здесь написано 10 стих, когда услышал сан Валат хоронит и тави, то есть аманиты, и это самое, вот, мавиты, аманитийский граб, и так далее, это было практически уже близких, я хочу просто сказать вот что, все пастыря, которые я лично знаю, и говорят, во время, во время строительского проекта, сатана проявится, и когда церковь уже становится не просто здесь уже какой-то там дом, здесь уже будет стоить хорошая церковь, достойная, и то есть церковь, мы понимаем, что церковь это не здание, церковь это люди, согласно Писанию, здание это что? Это не ветки заветное такое положение, где есть храм, и святая вода, и святые священные, такого нету сейчас, а святой Дух обитает уже сердце каждого верующего, и это и есть храм Божий, но мир привык, они привыкли, смотрите, вот церковь, это здание, и даст Господь, будем что-то строить, желаем строить что-то достойно, амин, и братья и сестры, просто заранее я хочу вам предупреждать, предупреждать, что есть бытвы впереди, и то, что мы привыкаем, когда эти сражения и бытвы, это оттуда, но давай, братья и сестры, чтобы это не было между нами, амин, давайте, чтобы здесь только было дух любви, дух терпения, дух единодушно, было все, чтобы было все, братья и сестры, нет ничего в жизни, те, которые не может решиться уже молитвой и Слово Божие, давайте, чтобы не было, братья и сестры, в разногласии, чтобы не было гнев, чтобы не было вот суровые, горячие такие словах друг с другом, следите за свой плод, как как были близкие, ничего ближего, чем просто этот плод, и этот плод очень такой хитрый, он хочет то, что он хочет, он всегда думает о себе, и братья и сестры, секрет христианской жизни, один из них, это просто, если ты хочешь радость, тогда поставьте Иисус Христос самый первый, и его интересы самые первые, потом интересы и счастья других до вас и ты самый последний, самые такие нищие, несчастные люди, это те, которые только думают о себе, что я хочу, когда я хочу, как я хочу, насколько я хочу, когда-то, все жадно, смотрите на эти миллионеры, которые вот кончат себя, эти деньги вообще не помогают, многие из них, они неблагодарны, у них все есть, все, абсолютно все есть, но мало, сколько этих олигархов нужны, сколько надо, есть бабушки здесь, в этом городе, которые вообще нищие, они, согласно этой книге, у них есть больше, чем у Путина, у них больше, чем у этого, как его, Порошенко, у них больше, что у них, у них достаточно, они довольны с тем, что есть, это уже богатство, и братья и сестры, когда мы начинаем думать, когда все наоборот, обычно, по Библии надо Бог, других, и потом себя следующим, последним, люди, я самое первое, потом, может быть, другие, потом Бог где-то там, это ненормально, это ненормально, и братья и сестры, у нас уже времени нет, даже у меня две пункты, мы на следующее воскресенье на их посмотрим, просто мы видели вот что, мы видели, что вот здесь, когда начинаем что-то делать для Господа Бога, что надо с верою, надо терпение, надо план, надо конкретно молиться и спросить Господа, и надо ожидать, что будет оппозиция, надо ожидать, откуда это будет оппозиция, и надо знать, как, братья и сестры, даже апостол Петр противоречил, он апостол Петр, когда Иисус Христос сказал, что вот, грешники будут меня предать уже к смерти, он им сказал, что я умру, я воскрес, воскрешу, а Петр сказал, никак, не будет, он начал его запрещать, сказал, вот никак и не будет, он Петр хотел, что он хотел, Петр хотел, чтобы было царство, как он хотел, когда он хотел, и ты знаешь, Господь, Иисус облегчил его, он сказал, отойди от меня, сатана, как, сатана смог использовать апостол, да, он так и сделал, Иисус этот видел, Иисус был достаточно, конечно, он Сын Божий, но он видел этого, ты знаешь, он его облегчил, он сказал, что вы цените то, что не Божьего, но то, что человеческого, и братья и сестры, во время вот этого все будет давление, тем больше нам надо сидеть и обсуждать, и беседовать, у каждого будет свое точка зрения, у каждого будут сильные такие эмоции насчет этой точки зрения, и не всегда не будет, как мы хотим, и когда мы хотим, и все остальное, потом начинается, и давайте, чтобы дьявол нас не использовал, аминь, давайте вот, чтобы Господь был, царствовал здесь, и давайте, чтобы это было в своей жизни, в домах ваших, в семействах ваших, на работе, и все остальное, и вот, чтобы это было здесь, во время строения этого здания, и вот, спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы послушали, я надеюсь, что вот Господь говорил тебе через эти отрывки, подумайте об этом, больше всего, пожалуйста, подумайте насчет этого предложения, сделанного через Евангелие, что можно иметь прощение грехов даром, просто как, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется, просто надо принять Божьего Сына, Иисуса Христа, и уповая только на Нем, надо покаяться, оставлять уже ваш этот грех и все остальное, надо понимать, что ваши грехи распяли его, что он умер лично для вас, и надо через веру его принять. Хорошо, давайте обращаемся к Господу в молитве.